Ловись рыбка большая, а маленькая плыви мимо! Здравствуйте, с вами Наталья Полишко и вы находитесь в самом клевом месте телеэфира, потому что смотрите программу Рыбная Фишка. Быстрое, можно сказать стремительное наступление весны обычно приводит к тому, что рыболов не успевает оперативно перестроиться с подледной ловли на открытую воду, требующую особых снастей и определенной тактики. Отправляясь неподготовленным на первую весеннюю рыбалку, можно безвозвратно испортить этот праздник души. Выход есть, и он дальше в программе. Первая весенняя рыбалка – это как раз тот случай, когда преимущества изготовления оснастки непосредственно на водоеме под конкретные условия наиболее очевидны. Прежде чем приступить к конструированию, прикармливаем точку. Естественно, после того, как исследовали ее с помощью глобомера. Пока еда привлечет внимание рыбы, можно изготовить минимум три оснастки. И жалеть этих нескольких минут не стоит, иначе потом часами будете ждать случайные поклевки или бесцельно бродить по водоему с надеждой на везение. Так в чем же заключается подготовка к рыбалке на открытой воде. В подборе лесок разных диаметров, поплавков разной грузоподъемности и в психологическом настрое на определенную тактику. Ловля в условиях ранней весны непростая. Нередко приходится долго и настойчиво искать рыбу, находящуюся в постоянном движении. Вернее, те места, в которых она скапливается и кормится. Раскисшие от воды берега затопленные кусты превращают передвижение рыболова на большие расстояния в тяжкий труд. Часто бывает, что стоянку рыбы вы нашли, а поймать ничего не можете. И проблема заключается не в том, что рыба не хочет клевать, а в неправильно выбранной снасти и технике ловли. Сложность конструирования оснасток в том, чтобы подобрать оптимальную по устойчивости и массе. Для этого вычисляем предполагаемое место стоянки рыбы, промеряем глубину, оцениваем силу течения, наличие на дне травы и мусора и только потом садимся и, наконец, делаем оптимальную оснастку. Рыбалка во время весеннего половодья – это риск постоянных зацепов за мусор. Это заставляет выбирать не самую тонкую леску, в среднем 0,12 мм. Иначе придется перевязывать оснастку слишком часто, что может нарушить душевное равновесие любого рыбака. Теперь об огрузке, то есть о распределении грузил на леске. Здесь все достаточно просто. Небольшая глубина в условиях неровного течения предопределяет использование самых простых схем. Наиболее универсален вариант, в котором вся огрузка разделена на две части. Подпасок массой от 0,05 до 0,5 грамма, что зависит от массы приманки на крючке, и основное грузило. Предпочтительнее использовать максимально устойчивые поплавки с двумя точками крепления, каплеобразной формы с длинным и тяжелым килем. Самые тонкие и длинные поплавки с одной точкой крепления пригодятся на прудах, озерах и водохранилищах. Для тех, кто собрался провести эти выходные с удилищем в руках, но не определился с местом рыбалки, предоставляем информацию об уловах за последние два дня. На Нижнем Бьефе, на поплавочную удочку с берега, рыб удавалось подсечь в следующих местах. В районе проток Дамахи, применяя легкие оснастки, на бутерброд и прикормку в виде панировочных сухарей с сухим молоком реагировала платва. На выходе в Балабинский залив на спиннинг с применением легких блесен вертушек ловили окуня и щуку. В самом заливе с глубины 2-3 метра, используя поплавочные оснастки дальнего заброса, на опарыш добывали платву и густеру с прикормкой в виде панировочных сухарей. В районе залива Рица на поплавочную удочку с глубины 3-4 метра ловили платву и подлещика, прикармливали сухарями с толокном. На удилище дальнего заброса такую же рыбу ловили в кривой бухте, но прикармливали уже мегамиксом черная платва. В районе станции Осетровка на Фидер ловили платву. Кормушки набивали комбинированной прикормкой мегамикс черная платва плюс холодная вода. Такую же рыбу на Фидер ловили в районе села Беленькое. Здесь применяли различные комбинации фирменных смесей от разных производителей, но все рыболовы отмечали, что более уверенные поклевки проходят при добавлении в прикорм мелкого мотыля. На верхнем Бьефе в районе села Вольно-Андреевка на Фидер с берега ловили платву. В качестве прикормки применяли фирменную смесь мегамикс-фидер. Такую же рыбу ловили и на Круглике, используя в качестве прикормки сухари с сухим молоком. В районе аммиака провода ловили еще и густеру, прикармливая рыбу панировочными сухарями. Подробнее читайте в газете рыбацкий вестник и рыбачьте вместе с нами. В свежем выпуске рыбацкого вестника читайте последние новости с водоемов. Тригла желтая. Рыба из Красной книги Украины. Народные приметы, связанные со щукой. Что такое воблер? Порядок регистрации плавсредств и много другой полезной информации. Напоминаем, что во всех отделениях Укрпочт идет подписка на рыбацкий вестник. Читайте нашу газету и рыбачьте вместе с нами. А теперь прогноз клева на ближайшие 10 дней. В начале марта прогнозируется теплая весенняя погода с резким похолоданием, начиная с 10 числа. Давление вполне стабильное, с незначительными колебаниями. Бель все чаще выходит на мелководные участки. Щука готовится к нересту, поэтому будет не слишком активно клевать в основном на мелкие приманки. У ловок, скорее всего, будут преобладать особи небольших размеров и мужского пола, покинувшие раньше самок места своих зимних стоянок. Для рыболова задача не меняется. Главное найти защищенный от ветра хорошо прогреваемый участок водоема, где находится рыба. Рыболка в таких условиях вполне возможна, а иногда даже успешна. А сейчас наш эксперт-эктеолог Максим Максименко подведет итог цикла сюжетов о зимней рыбалке и продемонстрирует улов из запрещенных снастей, изъятых нашей рыбинспекцией у браконьеров. В зимний период широкое применение среди отдельных рыболов-любителей имеет так называемый драк. Что такое драк? В данном случае это слово характеризует не только конструктивные особенности орудия лова, но еще и сам способ лова. Обратимся к правилам любительского и спортивного рыболовства. Согласно пункта 3.15 правил запрещается лов водных живых ресурсов способ обогрения. А согласно пункта 4.2 разрешается вылов рыбы в зимний период зимними удочками и блесной вертикального блеснения с крючками не более 10 мм. То есть расстояние от жала крючка до цевья не должно превышать 10 мм. Распространенным аргументом защиты нарушителя является то, что это орудие лова является блесной. Если на первый взгляд, то действительно конструктивные особенности и сам способ лова может быть схожим с блеснением. Однако, отличает этот способ лова запрещенный от разрешенного способа блеснения, во-первых, размер крючка, а во-вторых, характерные повреждения на теле рыбы. Завылов рыбы способом обогрения, нарушитель будет обязан заплатить штраф от 340 до 680 гривен, даже в том случае, если он не выловит ни одной особи рыбы. Если в улове будет еще обнаружена и рыба, то за каждую особь он будет обязан возместить ущерб. К примеру, за судака 510, за каждого сома 420, за каждую плотву 85 гривен. Таким образом, как вы видите, санкции довольно-таки серьезные. Более того, если будет установлено, что вылов приносит значительный ущерб рыбному хозяйству, то будет открыта перспектива уголовной ответственности. Это вопрос совести каждого рыболова-любителя. Однако, задумайтесь, прежде чем идти на рыбалку и использовать такие вот крючки, стоит ли это сомнительное удовольствие или сомнительная прибыль от вылова рыбы, тех последствий, хотя бы юридических, которые вы понесете в результате браконьерства. Как всегда, в конце программы перемещаемся на кухню рыбного ресторана. Чем нас будут удивлять сегодня, увидим на месте. Паш, 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 чем сегодня гостей будем начать? Ой, да чем хочешь, что хотят. Хотелось бы чего-нибудь яркого, чего-нибудь рыбного и чего-нибудь французского. Я думаю, будет идеальный вариант боябес. Всегда богат, всегда превосходно смотрится на столе. Пойду готовить. Какой правильный боябес? Скорее всего, боябес правильный тот, который готовите вы. Когда вы задаете себе вопрос, какой борщ правильный, это тот, который готовите вы сами. Теперь мы будем пробовать готовить наш боябес сегодня. Для этого мне понадобится 4 сорта рыбы, мидии, морепродукты, овощи, зелень, томаты, хлеб, рыбный бульон. Итак, берем оливковое масло. На разогретую сковородку, сотейник, на разогретое масло ставим наши овощи. Фенхель, лук-порей, сельдерей, чеснок и морковь. Фламбируем овощи французской настойкой. Добавляем соус биск. Это соус из панфрии и лобстера. Добавляем нарезанные томаты с зеленью. Полторы столовые ложки. Рыбный бульон. Закидываем нашу рыбу. Судачок. Луфарь. Почистил его, чтобы не было костей. Не люблю, когда в супе костей еще. И провариваем примерно 5-7 минут. Я скажу пару слов о истории супа, который готовит сейчас наш шеф-повар. Буэбес – это суп французских моряков, которые начали готовить моряки в Марселе. Это была очень простая еда. Суп сродни, наверное, чем-то итальянской пиццы, когда итальянские хозяйки уложили в пиццу все, что попадалось под руку. Так и марсельские французские моряки. То, что оставалось после дневного улова, то, что им не удавалось продать. Вечером они готовили из всего этого суп, которым потом кормили свою семью. Сейчас этот суп очень популярен. Уже нельзя его отнести к такой простой домашней еде. Во многих европейских ресторанах этот суп стоит очень приличных денег. Суп очень вкусный, очень полезный, очень интересный. Сейчас мы посмотрим, как нам приготовят этот суп Паша. Пока кипит у нас рыба, мы приготовим маленькую брускетту к этому супу. Всегда подают соус айоли, сыр гюгер и обязательно какой-то свежий хлеб. Вот у меня есть сегодня свежий злаковый хлеб. Подсушим наш хлеб. Немножко оливкового масла. Можете попробовать? Попробуйте. Закончим наш брускетту. Берем соус айоли. Айоли – это чесночный соус. Шафран. Нарезаем базилик. И начнем гарнировать наш суп. Этот суп можно подавать. Вот гарнир. Наша начинка вся. Отдельно и отдельно можно подавать в супнице. Сам суп. Поэпиас, о котором я говорил. Да, Паша, вот из-за таких моментов я обожаю нашу работу. Да. Настоящий французский борщ. Дожественно. И начинаю завидовать марсельским рыбакам. Единственный вопрос. Где вторая брускетта? Да, вопрос, конечно, интересный. Ну, уварилась, наверное. Во время съемок оператору очень понравилась эта брускетта. Мы вернем. Все важная, грубая, да? Все это. Паша, как все-таки правильно? Буябис или Буябес? Хороший вопрос. Буябис или Буябес? Я бы сказал, это просто марсельская уха. Приятного аппетита. Как говорят французы. Бон аппетит. Мы тоже желаем вам приятного аппетита и хороших рыбалок. На сегодня все. Увидимся через неделю и пусть вам всегда будет клево. Продолжение следует.